Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам о своем восьмом поэтическом сборнике, который называется «Древо жизни». Кстати, подписывайтесь на мой канал, здесь обязательно будет интересно. Написан сборник «Древо жизни» в промежутке между Астарой и Литой. Ну а если быть еще точнее, с 25 марта по 7 июня 2019 года. Честую жизнь как явление во всей ее безграничности и бесконечности, смене циклов и форм. Моей целью было показать ее близость и открытость каждому из нас. Ведь жизнь, она не где-то там, в философии или в религии, в каких-то недосягаемых дарях космоса или в будущем. Она всегда вот в том моменте, в котором мы находимся. И очень хорошо, если находимся в этом моменте вместе. Движущими силами и опорами сборника являются дыхание и наполнение, как процессы, отражающие смыслы постоянного обмена, развития и изменений. А также воля, как внутренняя свобода людей и готовность действовать в желаемом направлении. Цветом сборника является янтарный. А посвящен сборник памяти и трудам всех истинных и искренних творцов, которые приходили и будут приходить в наш мир, чтобы раскрывать его для всех живущих. Такие люди – самые яркие плоды древа жизни. В этом сборнике я решил попробовать кое-что новое для себя и сделал поэтические адаптации на русском языке нескольких моих любимых песен. Это один из примеров приведу, когда буду читать стихотворение чуть ниже. Для меня самого древо жизни является, пожалуй, таким главным образом, символом и главным ориентиром, из и через который я черпаю возможности для творчества, для движения и развития, которыми я затем уже делюсь с другими людьми, вот с вами, например. Ну а в завершении, по нашей традиции, я сделаю две вещи. Во-первых, скажу, что сборник древа жизни вы можете приобрести в электронном виде на платформе Литрес. Ссылка есть в описании к видео. Обязательно переходите и скачивайте. Напомню, обложки всех моих сборников иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуардо Родригеса Кальсадо из его личного разрешения. Ссылка на его инстаграм тоже есть в описании. Ну а второе, что я сделаю, это прочитаю для вас несколько стихотворений из сборника Древа жизни. И всегда буду напоминать, что я так себе чтет стихов, а потому прочитаю их так, как получится. Вот первое стихотворение называется «Пер аспера от астра». Синхронично движение эмоций и звезд, что людей ведут незримой дорогой. Мы связаны узами неведомым сном, беспредельным пространством свободы. А земной наш путь бывает полон теней и оков, что мешают познанию. Но в искренности весенних ветров шаг за шагом идем к процветанию. И в ночной тишине, в чистом небе огни, напоминают о достижимости цели. Пробуждая внутри дивной воли костры, вмиг закончились сомнения метели. Сквозь тернии к звездам по спирали времен постепенно становимся ближе. И источником счастья заполняем свой дом, чувствуя, как вселенная дышит. И здесь я сделал комментарий, что на латыни «Пер аспера от астра» означает, собственно говоря, сквозь тернии к звездам. Следующее стихотворение называется «Мой мир сплетать слова». «Мой мир сплетать слова» из нитей души исцеляющей, раскрашивая чувственные чудеса в ночи пространство изменяющей. В потоках образов отыскиваю те, что за собой меня ведут сквозь годы, что и во снах являются ко мне, в таинственных подсказках будто ноты. А в письменах моих живут вопросы, как и ответы дышат в них и не спеша, записываю смело о беззаботных строках, послания огней, что надо мной кружат. «Мой мир сплетать слова» и отдавать их дальше людям. Пусть ими заполняются смиряющая тишина, чтобы узнать, что после ветра будет. Следующее стихотворение называется «Много лет пройдет». Много лет пройдет, но потом снова это все повторится. Где-то внутри мысли ветра пробудятся, как вольные птицы. Не бывает случайностей, только миг. В верном месте и в нужное время. Новых эмоций с собой принесет. Распахнутся врата переменам. А пока еще не горит огонь. И в нем для течения медленных рек. Жизнь струится своим чередом. В сонном покое прикрытых век. И много лет пройдет, но потом, Троснувшись, вырвутся мысли ветра. И необъятные радуги и чувств заполнится вся земля. Ну а вот сейчас и будет тот самый пример поэтической адаптации одной из песен. И называется это стихотворение, но и песня, соответственно, тоже. «The Final Countdown». Думаю, вы знаете эту песню. В странстве отправляемся вместе. Приходит время объятий прощания. Может быть, когда-нибудь вернемся. К родному дому. Через немыслимые расстояния. И нет здесь ничьей вины. Мы покидаем пределы небес. Дождется ли нас, как и прежде, Вечно зеленый, нестареющий лес? Для нас сокончен обратный отсчет. Вперед мы летим, расправив крылья. Может быть, жители бескрайних звезд Нас заметят, и мечты станут быльями. Перед нами расторы в сотни лет световых. И столько верст вселенских предстоит пройти. Но все же по берегу родной реки скучаем. В этом неизведанном мистическом пути. Ну что же. Вот на этой ноте будем сегодняшний разговор и рассказ завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца. И напомню. Если вам необходима психологическая помощь, Обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы С самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. Ну а я желаю вам всего наилучшего и говорю, До встречи!